Здравствуйте! На портал Exeged поступил вопрос. Когда появилась синагога и чем отличается храм от синагоги? Нужно заметить, что перед нами не только и не столько вопрос сравнительного религиоведения. На самом деле, чтобы нам хорошо понимать контекст новозаветных событий, нам принципиально важно понимать, что такое синагога на самом деле и в чем ее функциональное отличие от храма. Потому что и в храме проповедуют Христос и апостолы, но в огромном количестве случаев их проповедь связана именно с синагогами. Синагога или на иврите Бейт Кнесет, дом собрания, появляется в иудейской религиозной культуре достаточно рано. Мы можем предполагать, что после 587 года до Рождества Христова, после разрушения Иерусалима войсками Навуходоносора и начала Вавилонского плена, существенная часть жителей Иудеи оказывается депортирована в Вавилон и там вынуждена как-то обустраивать свою жизнь и быт. Нужно заметить, что Вавилонское завоевание или, правильно сказать, разрушение и Иерусалима, и иудейских других городов, связано ни в коем случае не с какой-нибудь религиозной повесткой, а банально с тем, что воспринималось Вавилонским царем как экстремизм, попытка отложиться от него и иудейского царя, и ряда царей сопредельных небольшим государств. Поэтому принципиального негатива, например, к евреям как народу, Вавилонский царь или последующие правители, в общем-то, не испытывали, за исключением каких-то единичных инцидентов, описанных внутри поздних библейских текстов. Поэтому иудеи на новых территориях могли достаточно свободно исповедовать свою собственную веру. При этом, однако, храм, уникальное святилище, благословением Божьим, построенное в одном единственном месте более не мог быть воспроизведен нигде. Это совершенно базовая мысль Священного Писания, что никакой другой жертвенник не может быть воздвигнут ни в земле Израилевой, ни где-либо еще. Но соблюдение заповеди о чтении закона, соблюдение заповеди о святости дня субботнего предписано всякому иудею. Ведь даже в той же самой Палестине не все верующие, например, могли позволить себе, например, еженедельно или даже ежемесячно прийти в тот же самый храм. Все равно некоторый объем обрядов они осуществовали каким-то иным способом. А уж что говорить о тех, кто оказались в конечном итоге либо в диаспоре, либо просто вот как в данном случае в откровенной депортации, да еще и в ситуации разрушенного храма. Таким образом, иудеи начали собираться по домам. В доме у какого-нибудь богатого и благочестивого человека, который имел и возможность и желание принять своих собратьев по вере, в дни субботние они начинают собираться для того, чтобы читать и поучаться в Священном Писании. И если в храме главную функцию исполняло священство, то здесь никакого особенного служения ввиду отсутствия алтаря и жертвы священник осуществлять не мог. Таким образом, оказалось, что в таком виде собрания принципиально все равны. Конечно, остались функции благословения священникам собравшихся или выкупа первенцев, но в общем-то радикально значимыми. Их назвать сложно. Таким образом, формируется совершенно новый религиозный класс в израильском сообществе, который будет оказывать огромное влияние на его жизнь и в конечном итоге сформирует тот иудаизм, который известен нам, а именно это фарисеи. То есть именно синагога дает возможность всякому и каждому верующему иудею явить себя как знатока писания и исполнителя нормы закона. Именно в ней, то есть вот в этом доме собрания, месте, куда собираются не чтобы приносить жертвы, а чтобы вместе молиться, читать писание и толковать его, формируется класс народных законоучителей, не связанных узами крови с священнической традицией, а происходящих из совершенно обычных людей, при этом становящихся хорошими знатоками, начётчиками и специалистами в библейском тексте, более того, людьми, которые ввиду того, что не являются ветхозаветным священством, не несут на себе никаких дополнительных обязательств. И поэтому, например, при всех последующих правителях, ну скажем так, не распознаются ими как значимые фигуры и, соответственно, поэтому не аффилируются с языческими властями, а живут достаточно самостоятельно и, соответственно, ввиду этого народная любовь к ним только растёт. В конечном итоге именно из этого синагогального института, который, замечу, начав своё существование в Вавилонии, продолжит его во всех местах, где только появляются израильские общины, нужно заметить, что синагога стала настолько популярным форматом, что даже в Палестине, вернувшись туда из Вавилона, иудеи устраивают подобного рода байткнеса, подобного рода дома собраний. И, собственно, мы видим, что Христос, путешествуя по Иудее и Галилее, регулярно бывает, именно в синагогах. Во всех же остальных местах, да, в диаспорах синагога всегда сопровождает еврейское либо квартал, либо поселение. Мы видим это на примере книги Деяний, где апостол и в основном апостол Павел всегда начинает свою проповедь с посещения синагоги, потому что именно там находится самая первая однозначная категория его слушателей. Те, кто уже верит в единого Бога, те, кто уже как-то соблюдают его законы, те, кто уже имеют представление о мессианской фигуре вообще. И теперь задача апостола объяснить, что эта фигура не абстрактна, это конкретный человек Иисус из Назарета Галилейского, потомок дома Давидова, тот, кто преодолел смерть, воскрес и дарует воскресение своим последователям. Повторюсь, да, принципиальным отличием синагоги от храма является то, что она никак не привязана ни к какой географии, она может быть построена абсолютно в любом месте. Как правило, синагоги пытаются ориентировать на Иерусалим, но назвать это каким-то радикально жёстким правилом, наверное, нельзя. Главной святыней каждой синагоги является свиток Торы, свиток Закона, который хранится в соответствующем месте, да, это главный шкаф реликварий, Аарон Кодыш, да, святыня Ааронова. И в этом смысле синагога некоторым образом соотносится с Иерусалимским храмом или с киньей по логике своего устроения. То есть есть основное пространство для молящихся и некое выделенное место для присутствия святыни, к которому не имеют доступ все. Хотя нужно заметить, что и здесь мы наблюдаем совершенно такой демократизационный ход, когда всякий взрослый верующий мужчина-иудей в рамках своей очерёдности, да, или будучи гостем в каком-то собрании, обязательно приглашается к тому, чтобы читать фрагмент из Священного Писания и толковать его. Мы так видим, что Христос часто, путешествуя, оказывается в такой роли. Его приглашают к свитку, дают ему возможность и читать, и проповедовать. Это, повторюсь, прерогатива вот практически всякого взрослого иудея. Также нельзя не заметить, что хотя Священное Писание не имеет непосредственных указаний в Ветхом Завете на, например, откровение Божие, да, о необходимости установления подобного института. Однако книга пророка Иезекииля, которая описывает вот этот ранний период переселения части израилетян в Вавилон, в общем-то содержит несколько сюжетов, которые указывают, что несмотря на то, что сейчас вот эта часть Израиля не имеет возможности участвовать в храмовом богослужении, тем не менее, ее единство с Богом не стало от этого ничуть меньше. Это, во-первых, и главных, вся первая глава книги пророка Иезекииля, напомню, да, что вот он находится при реке Хавар, и вдруг ему открывается слава Господня, буквально несколько стихов. «И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из середины его как бы свет пламени, как из середины огня, и из середины его было видно подобие четырех животных, таков был вид их». Ну и далее, далее. Описывается явление славы Господней, того, что вообще-то наполняет святая святых храма. В чем здесь мысль пророческая, да, как бы зачем это видение открыто Иезекиилю? Оно про то, что слава Господня, как бы, вместе с сынами Израилевыми присутствуют там, где живут они. То есть, не принципиально только и единственно в Иерусалиме, возможно, соприсутствие Богу, но везде, где призывается его имя, там его помощь и благодать с теми, кто это им призывает. И, собственно, дальше в 11 главе мы видим, как раз как вот этот конфликт разгорается, как на это отвечает Бог. С 14 стиха. «И было ко мне Слово Господне, Сын Человеческий, твоим братьям, твоим братьям, твоим единокровным и всему Дому Израилеву. Всем им говорят живущие в Иерусалиме. Живите вдали от Господа, нам во владение отдана эта земля». Ну, то есть, идея в том, что вот здесь Господь и Дом Его, а вы, здесь неживущие, не имеете теперь с этим самым Богом никакой связи. Что отвечает Господь? «На это скажи, так говорит Господь Бог, хотя я и удалил их к народам, и хотя рассеял их по землям, но я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда пошли они». Вот она мысль пророческая, да, и как бы к этому периоду, собственно, да, примерно у нас, мы можем предположить, да, основание синагог и относится, которая указывает, да, на то, что Господь пребывает со своим народом в любом месте, где он рассеян. Не привязан отныне никто к храму для того, чтобы Бог услышал его. Хотя храм и остается уникальным святилищем, но принципиально во всяком месте возносящий Богу молитву будет ему услышан. А одна из главных синагогальных идей – это объединение в общину, да, так называемый миньян. То есть, ряд синагогальных богослужений может совершаться только определенным числом собравшихся взрослых мужчин. Соответственно, там, где есть миньян, там есть иудейская община. Там, где их недостаточно, да, как бы для того, чтобы собраться хотя бы на молитву, никакой общинности речи быть не может. Таким образом, подытожу, да, что синагога стала важным институтом и религиозным, и социальным в жизни Израиля. Оказалось серьезное влияние и на распространение новозаветной проповеди, потому что ровно по синагогальной сети апостолы, пройдя, обрели первых верующих где-то в диаспоре, да, в Средиземноморье, и, собственно, в том числе и неевреев, потому что на этом этапе в синагоги начинали приходить и греко-говорящие в поисках истинного Бога, и вот здесь, на этот поиск им, как никто другой, смогли ответить апостолы. Ну и замечу, что в конечном итоге синагога становится одним из главных формующих институтов, потому что именно здесь будет развиваться и иудейское образование, эти центры будут поддерживать, ну, то, что мы бы сейчас назвали национальной идентичностью данного народа, ну и, безусловно, повторюсь, именно из этой среды произойдут, ну, очень широко говоря, да, те фарисеи, которые являются идейными предтечами, собственно, ранних раввинов, танаев, например, да, и ряда других из них, которые сформируют тот ортодоксальный иудаизм, который вот мы имеем сейчас, о котором мы думаем, когда в нашей голове возникает слово иудаизм или Израиль. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.